Отмечать 23 февраля и 8 марта в один день большим концертом – давняя традиция Самарского дворца ветеранов. Тамара Евтюхова старается не пропускать здесь ни одну концертную программу. По словам женщины, любой праздник в Дворце ветеранов окрашен особенной атмосферой. Где можно найти настроение и позитив? Только в Дворце ветеранов. Только в ветеранов. И нигде не сравнится, нигде концерта нет такого, как в Доме ветеранов. Это только тут. Артисты великолепные. Ну вот душой отдыхаешь и посмеешься, и новых артистов увидишь. Ну слов нет, вот как замечательно здесь. На сцене выступили творческие коллективы, ансамбли детской самодеятельности и те, кто занимается в кружках Дворца ветеранов. Ольга Голубцова и Наиля Исмакилова выступили в составе ансамбля русского народного танца. Рассказывают, в этот раз для гостей праздника приготовили нечто особенное. И этот танец мы вообще обожаем. Больше всех. Да. Ну вот как-то он вроде бы и народный, да. И в то же время вот современная музыка такая идет. Нам нравится. Мы все время принимаем участие в таких концертах, но для того, чтобы поднять настроение и себе, и всем. Всех с праздником. В зрительном зале собрались завсегдатые Дворца ветеранов и члены Самарского общества инвалидов. Собрались в нашем зале мужчины и женщины, объединенные любовью к родине, к нашей малой родине Самаре. И сегодня самые лучшие творческие коллективы Дворца ветеранов, образовательных учреждений нашего города подарят людям особое настроение, праздничное настроение. Самарский Дворец ветеранов анонсирует новое мероприятие. Оно приурочено к Масленице. Уже сейчас в фойе Дворца проходит голосование за лучшую Маслену. Отдать свой голос за понравившуюся подделку можно до 13 марта. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.